Утро 11 марта у патрульной службы началось в суде. Здесь, в московском районном суде города Твери, избиралась мера пресечения 45-летней женщине, задержанной накануне в Весьегонском районе. Мы сообщали, что 8 марта в селе Чемерово пропала 7-летняя девочка. Ребенок пошел гулять и не вернулся. На поиски вышли десятки людей, сотрудники правопорядка и волонтеры. Тело девочки обнаружили спасатели. 9 марта в реке Сыроверка. Так вот, женщина, которую доставили 11 марта в московский суд, мать погибшего ребенка. Оказывается, она видела, как погибла ее дочь и ничего не предприняла для спасения ребенка. Вы видели, как она упала, да? А почему не помогли-то? Я не в состоянии была, у меня какого-то рыбца взяла. Что-что? Отеры взяла. Отеры взяла вас, да? Вам нужно было прыгать туда, а помочь никого не было возможности попросить? Был кто-то еще в деревне? Рядом здесь никого не было. Вы любили свою дочку-то? Очень. Она у вас одна? Да, самая последняя. Вы работали? Да, я на Ярке работала. А как же вы не сказали, что ведь ее же так долго искали и на земле, и в лесу? Я испугалась. Испугались? Нам удалось выяснить, что женщина имеет еще двоих старших детей, но на них у нее прав нет, лишена. До 2019 года семья, где жила погибшая девочка, стояла на профилактическом учете. С учета сняли. В доме сейчас остался отец девочки, 68-летний пенсионер. Как пояснила и нам задержанная, тем днем ее дочь играла с собакой и, заигравшись, упала в реку. Следствие обратилось в суд с ходатайством избрать в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд не удовлетворил ходатайство. На женщину наложено ограничение определенных действий. Расследованием уголовного дела занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. 11 марта в Заволжском районном суде города Твери продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух граждан Узбекистана, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Как мы сообщали, подсудимые были задержаны 16 мая 2019 года сотрудниками Управления наркоконтроля регионального ОМВД. В ходе личного досмотра у одного из подсудимых обнаружен и изъят 181 сверток с наркотиками, в том числе героином. У второго – 121 сверток. В переводе на деньги сумма изъятого составила почти полтора миллиона рублей. Пакеты с наркотиками один из обвиняемых, по мнению следствия, забрал из ведра около мусорных контейнеров, расположенных у трансформаторной подстанции в Заволжском районе города, и хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта. Подсудимые свою вину отрицают. Сегодня состоялось премия сторон. Гособвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде 13 лет лишения свободы. О вердикте суда мы сообщим на следующей неделе.